Суррогатное материнство. Основополагающим моментом здесь является медицинская сторона вопроса, но немаловажный вопрос юридического оформления данных правоотношений. Суррогатная мать иногда отказывается отдавать ребенка генетической. Помочь в данном вопросе может нотариус. Для того, чтобы обе женщины были защищены с точки зрения законодательства, нужно заключить договор суррогатного материнства. В нем прописываются все мельчайшие подробности. Начиная от того, кто может быть суррогатной матерью, какова услуга этого договора, цена услуги, обязанности суррогатной матери, генетической матери, права их. Поэтому содержание договора может быть обширным. Начиная от того, где происходит соединение вот этого бриона, беременность, где будет происходить до родов и до обязанности передачи ребенку, а также медицинское сопровождение, где будет происходить, где женщина будет проживать. Вопросов достаточно много указывается в этом договоре. Сколько раз генетическая мама будет созваниваться суррогатной? Вопросы питания, режима дня – договор крайне обширный. Есть и другие нюансы. Суррогатной матерью может быть и женщина, как незамужняя, так и замужняя. Но здесь надо учитывать один важный момент. В случае, если суррогатная мама находится в браке, понадобится согласие супруга. Супруги оба дают согласие на заключение договора суррогатного материнства, если они имеются. Это обязательно. Им разъясняется о том, кто из них будет отцом, а кто не будет. Это обязательно требование закона. Составление договоров суррогатного материнства – это непростая юридическая процедура. Грамотно составить документы, выяснить действительную волю, проверить дееспособность сторон сможет только профессиональный нотариус. Одним из существенных условий договора суррогатного материнства является обязанность суррогатной матери, это условие включается в договор, передать ребенка генетической матери или женщине, заключившей с ней договор суррогатного материнства и сроки, в течение которого она ее передает. Кроме того, законодательство Республики Беларусь «Кодекс о браке и семье» предусматривает, что матерью ребенка, родившегося в результате суррогатного материнства, является женщина, заключившая договор с суррогатной матерью. Отцом ребенка признается супруг матери. И обе женщины, также их супруги, не вправе оспаривать материнство и отцовство ребенка, кроме случаев, если они докажут, что беременность наступила не в результате суррогатного материнства.